В Северском районе прошло выездное заседание Совета при губернаторе Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Члены СПЧ во главе с советником губернатора Андреем Зайцевым посетили село Львовское, где осмотрели социальные объекты и пообщались с местными жителями, в частности восточной части села, которая раньше была отдельным и вполне самодостаточным хутором Парона Покровский. Именно об этом статусе и былой инфраструктуре так ностальгируют местные жители. Предыдущий визит членов СПЧ был весной этого года, после коллективного обращения людей в совет по ряду волнующих вопросов. Сейчас прошлись прямо по списку рекомендаций, сделанных в прошлом марте. Часть вопросов сдвинулась с мертвой точки, а некоторые так и остались нерешенными в силу объективных причин. Основной проблемой для жителей Парона Покровского по-прежнему остается краевая дорога, проходящая через несколько улиц населенного пункта. Трафик огромен, а тротуаров и освещения нет. Опасно. Начиная от Энэма, там пробки. И они через водохранилище нашли, вот их этот ведет. Крутый путь, навигатор идет сюда. Навигатор их ведет сюда. И вот они все, чтобы объехать вот эти пробки, они все идут вот сюда. Зачастую выходишь на улицу, идет автобус на Новороссийск, на Геленджик, на Анапу, идет через нас. Ну куда это годится, вот такой автобус, по вот этой дороге узкой. Местные жители при этом настаивают на выводе трассы за черту населенного пункта, предлагая сразу несколько возможных вариантов грунтовых дорог, которые могли бы служить альтернативными для движения больших транспортных потоков. Однако пока это маловероятно, а вот сделать федеральную трассу более безопасной и Министерство транспорта и дорожного хозяйства все же обещает. Готовят и документы на вхождение в программу по строительству парковой зоны в Парона-Покровском. Пока здесь лишь несколько старых качелей. Напротив, административно-хозяйственное здание, которое жители просили в прошлый раз отдать под клуб. Старый, колоритный дом культуры Парона-Покровского сейчас напоминает антураж для съемок фильмов о войне. Восстановлению здание не подлежит, а ездить в центр Львовского, к примеру, детворе на кружки, накладно для родителей. Маршрутное сообщение наложено плохо, на такси выходит дорого. С момента прошлого визита в новом импровизированном клубе уже проходят занятия и мастер-классы. Волонтеры здесь плетут маскировочные сети для нужд СВО. Однако помещение не отапливается. Осмотрели и местный ФАП. Здание старенькое и давно требует капитального ремонта. Кроме того, обогревается оно дровяной печью. Фельдшер Татьяна Зубова работает здесь давно и уже снискала уважение местных жителей. За месяц у меня не меньше 90 колонн, у меня там и должно быть. Но бывает больше. Чтобы начать прием Татьяне Зубовой сначала нужно растопить печь, а сидя на рабочем месте, периодически поглядывать на потолок, чтобы вовремя уклониться от падающей штукатурки. Хотя сама фельдшер ни на что не жалуется, пациенты требуют скорейшего ремонта и газификации. Во второй половине дня участники мероприятия подвели предварительные итоги своего визита в муниципалитет. На расширенном заседании Совета по правам человека при губернаторе региона присутствовали глава района Андрей Дорошевский с заместителями, представители районных служб и ведомств и жители села Львовское. Все вопросы получается решить сразу, на момент. То, что касается дорог и так далее, коммунальных ресурсов, я прекрасно понимаю и прекрасно знаю, в каком они состоянии находятся, что для этого необходимо сделать и самое главное, сколько это стоит. Но к большому сожалению, вот я и повторюсь, нет на все это сразу средств. Но я хочу сказать, что у нас есть и проект, и реализуемые уже строящиеся объекты. Мы постоянно участвуем в государственных программах, в краевных программах. Вот органы ТОС начали участвовать в разных тоже программах. Это же хорошо. Кстати, прямо во время совещания председатель парона Покровского ТОС-7 Инна Воравина озвучила радостную новость, пришедшую в сообщение. ТОС выиграл губернаторский грант на 800 тысяч рублей, которые пойдут на строительство детской площадки. Андрей Зайцев в очередной раз напомнил о необходимости шире использовать грантовую поддержку, возможности ТОСов и привлекать в ней бюджетные средства. Разъяснение жителей района также получили по поводу ряда вопросов в области медицины, электроснабжения, обеспечения мест в школах и садах и многом другом. Глава района, в свою очередь, подчеркнул важность деятельности Совета при губернаторе, который активно решает проблемы людей и является эффективным механизмом прямого взаимодействия между органами власти и гражданским обществом.